Шалом вам, господа! Мы продолжаем наши уроки, продолжаем изучать Нагорную проповедь, и мы подошли к шестой главе. В шестой главе изменилась формула. Ешуа уже не говорит «Вы слышали, что сказано вам», и «Я говорю вам», а дает практические принципы Торы и Пророков. И, конечно же, это делается под руководством Святого Духа. Первый стих. «Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Принцип, который он приносит здесь, о котором мы говорили на последнем уроке, таков, что если человек делает что-то, чтобы получить вознаграждение, это вознаграждение за свои дела он может получить только один раз. «Если он ищет того, чтобы получить награду от людей, он получит награду от людей, а если он ищет того, чтобы получить награду от Бога, он получит награду от Бога». Фарисеи, согласно тому, что говорит Ешуа в Матфея 23 главе, искали получить награду от людей. Ешуа о фарисеях высказывается и хорошо, и жестко. И я прочитаю Матфея 23 главу, первый стих. Тогда Ешуа начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сидели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают времена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людей, а сами не хотят и плестом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, что вы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежды своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы все люди звали их учитель-учитель». Ешуа говорит здесь о фарисеях, что они делают все, чтобы получить славу от людей, чтобы их называли в синагогах учитель-учитель, и говорили, какой праведник, какой хороший человек, как он соблюдает Тору и заповеди, и все будет хорошо и прекрасно, и они получат награду от людей. Приходит Ешуа и говорит, «Нет, если люди делают что-то ради того, чтобы получить славу от людей, они получат славу от людей, но не получат славу от Бога». И принцип таков, как я уже сказал, за работу, за добрый поступок, за соблюдение заповеди можно получить награду только один раз. И если ты хочешь того, чтобы люди прославляли тебя, они будут прославлять, будут называть тебя учитель-учитель, пастор, пастор, но твой небесный счет будет нулевым, потому что ты уже получил награду за свои добрые дела, за заповеди, которые ты соблюдаешь. Ты получил награду здесь, на земле, от людей. Ешуа говорит о фарисеях достаточно жестким образом в 23 главе Матфея и говорит своим ученикам, чтобы те услышали. Они сядут на кресле Моисея, у них есть власть и авторитет толковать Тору. И их толкование верное. То, что они говорят, делайте, но не делайте того, что делают они. Несмотря на то, что то, что они делают, вот это хорошо, они делают это из плохих побуждений. Их намерения плохие получить славу от людей. Так не поступайте. В Нагорной проповеди мы прочитали, во втором стихе, Ешуа говорит, «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». «Когда творишь милостыню». Ты даешь милостыню. Давать милостыню – это хорошо, это заповедь. И нужно это делать. Но когда вы это делаете, делайте это тихо. Положите деньги в коробку, конверт, чтобы никто не видел. И не трубите перед собой в трубу. Вот я даю милостыню. Делайте это скромно, чтобы правая рука не знала, что делает левая рука. Делайте это для бедных и нуждающихся, а не для того, чтобы вам прослыть важными людьми и получать славу. Вот, посмотрите, какой богатый человек, какой щедрый человек, какой великий человек. Тот, кто был в Израиле, в университетах или в больницах, видел стены, завешанные вывесками, на которых написаны имена. Такой-то еврей из Балтимора дал столько и столько, и другой еврей из Бостона дал так и так. Евреи из Германии или даже христиане дали столько и столько, и их имена вывешены на стенах и написано, кто пожертвовал для больницы, кто для университета, кто дал денег для строительства лабораторий, кто пожертвовал для строительства кабинета для врача, кто пожертвовал на рентген или МРТ. Все написано на стене. Раньше, видимо, на стенах ничего не писали, но богатый человек мог прийти с оповестителем и тот объявлял, «Господин такой-то пришел, чтобы пожертвовать такую-то сумму». по сути, для того, чтобы получить славу от людей. И Иешуа таких людей называет лицемерами, «хипокритис» на греческом. Это те люди, которые хотят, чтобы остальные видели, какие они важны, сколько они дают, чтобы, когда они ходили по улицам, люди кричали, «Вот, господин такой-то, который пришел, чтобы пожертвовать». И люди бы говорили, «Смотрите, какой великий, уважаемый человек». Олигарх делает большие подарки, нужно воздать ему славу. Иешуа говорит, «Нет, так делать это неправильно». Это неправильно, потому что, если вы так поступаете, вы преследуете неправильную цель, вы лицемеры. И если вы так делаете, вы получите славу от людей. Но не получите славы от нашего небесного Отца, от Бога. Иешуа не первый заметил, что среди фарисеев есть лицемеры. Иешуа не первый обратил на это внимание. Первый, кто об этом говорил, был царь Янай. За много лет до того, как родился Иешуа, Янай был последним царем Хасманеев. Мы празднуем их победу над греками в праздник Хануки. Это Маковеи, сыны Хасманеев. И Янай жил в первой половине первого века до нашей эры. И он разговаривал со своей женой, которая боится фарисеев, что они увеличиваются, их численность растет. И Янай говорит, есть семь видов фарисеев. Не все одинаковые. Есть фарисей, который говорит тебе, здесь и здесь ты не прав, нужно поступать так и не иначе. Возлагает на тебя бремя, но не приходит тебе на помощь, чтобы помочь с этим бременем, которое он на тебя возложил. Есть фарисей, который возложил на тебя время на твою спину и не помогает тебе. Он хочет, чтобы ты сделал всю работу, а он получит награду. Он хочет, чтобы ты сделал. И он, Янай, за несколько десятков лет до рождения Ишоа, говорит своей жене, не бойся фарисеев, бойся тех, кто называет себя фарисеями, но является лицемерами. Вот их нужно бояться, а не всех фарисеев, не все одинаковые. И здесь Ишоа называет этих фарисеев и других людей, которые хотят дать милостыню, чтобы люди воздавали им честь на улицах и в синагогах лицемерами. но нам он говорит в третьем стихе шестой главе, «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Нам нужно давать в тайне. Бог видит все. Бог видит, что мы делаем, и мы должны давать нашу милостыню тихо, в тайне. Очень много общин по всему миру не соблюдают заповеди Ишоа. Есть много разных обычаев сбора десятин в общинах. Один из обычаев – это когда есть большая коробка для пожертвований, ее выносят вперед, и люди выстраиваются в очередь перед всей общиной для того, чтобы положить свое пожертвование в эту коробку. чтобы все увидели, что ты пошел и что-то положил в коробку. И, естественно, пастор делает это первым, или жена пастора первая выходит и что-то кладет в коробку. Это действие немногим отличается от того, что фарисеи делали во времена Ишоа. и Ишоа называет их лицемерами. Я специально, когда есть такая коробка, специально не иду и ничего не кладу в такую коробку. Я предпочитаю, чтобы люди про меня думали, что я не жертвую, чем они будут меня видеть и думать, вот и Иосиф жертвует. Я думаю, что так поступать это ошибка. Потому что Ишоа говорит, когда вы даете, давайте тихо, в тайне. Не перед всеми людьми, которые видят, что вы делаете, что вы кладете деньги в конверт, но делайте это в тайне. Почему? Потому что Отец ваш Небесный и так все видит, господа. И Он даст вам награду, плату, благословение за то доброе, что вы делаете. Вы получите от Него, а не от людей. И мы переходим к следующему пункту, к молитве. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Опять на этот раз говорится не про милостыню, говорится о духовном акте, акте молитвы. И есть люди, которые хотят, чтобы другие увидели, какие они духовные. как много они молятся, как красиво они молятся, какой особенный талит они одевают, какая красивая кипа у них на голове. И они стоят на улицах с кислыми лицами и молятся. И Такие святые. Молятся вслух. Так красиво. Говорят красивые слова. И люди смотрят и говорят, какой духовный человек, какой святой человек. Они не знают ни того, святой ли он или духовный. Они не видят его сердце. Бог смотрит на сердце. Он не смотрит на одежду и не смотрит на слова, а смотрит на то, что есть в сердце внутри человека. И он взвешивает молитву человека не на основании красивых слов, которые произносит человек, и не из-за особенного талита, которым он себя покрыл. Он взвешивает молитву на основании того, что есть у человека в сердце. В иудаизме мы видим картину такой, какой ее описывает Иешуа в то время, когда он жил. Есть люди, не все, но есть такие, которые молятся на улицах, на рынке. А я, например, вижу мусульман много лет назад в Израиле, когда мусульманские рабочие работали на стройке, они пять раз в день молились своей молитвой, расстилали маленький коврик или даже картон, вставали на колени, молились внутри здания, по одному, по два, по три и не делали из этого никакого представления. Но сейчас во всем мире мусульмане специально снаружи, на улицах, возле проезжей части, чтобы все видели, что они мусульмане, что они сильны, что им все равно и что они молятся своими пятью молитвами в день. утром, в обед, после обеда, вечером и ночью. И этот вопрос является основным и очень важно то, что Иешуа говорит. Он говорит, нет, не молитесь как все, не молитесь как эти, которые молятся на улицах, на рынке, для того, чтобы им сказали, о, какие они святые люди, какие важные люди, молятся столько много и так красиво. и тогда Иешуа учит нас, как нужно молиться. И Он говорит своим ученикам, не молитесь многословно на улицах, в синагогах, так, чтобы все обращали на вас внимание и чтобы все прославляли вас. Молитесь тихо внутри вашей комнаты, чтобы не видели вас люди, а чтобы Отец услышал, что вы говорите от всего сердца. Мы вернемся к этой теме на следующем уроке. Благословений вам и продолжайте учиться. Мессианский Центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis.media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова